Давайте еще раз посмотрим на громоздкое уравнение, которое мы вывели в прошлый раз. На вид довольно страшное, но полезное и на самом деле достаточно простое физически, если в нем разобраться. На что я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, там два параметра. Их нам надо определить, и в этом все дело. Значит, есть параметр С, это отношение двух констант адсорбции, констант равновесия адсорбции. И практически ценный параметр, вот это самое АМ, через которое люди определяют площадь поверхности образцов. Хорошо, отлично. Но вот интересно физический смысл посмотреть всех этих вещей. Вот смотрите, значит, у нас С это отношение двух констант, как я сказал. И первая константа отвечает за взаимодействие зеленых шаров с поверхностью. А константа вторая, она описывает взаимодействие зеленых шаров между собой. И вот интересно, во что превратится наше уравнение, вот то, которое на предыдущей картинке. Если у нас будет очень маленькая К1, вот эта вот константа, она будет стремиться к нулю. Вот прикиньте, как это должно быть. А мы пока посмотрим, да. Вот, значит, если К1 очень маленькая, то это означает, что очень маленькая С. С стремится к нулю, и в результате адсорбция должна получиться нулевой. К2, что по смыслу, совершенно разумно, физически. Это значит, зеленые шары плохо закрепляются на поверхности. Самый первый нижний ряд. Если он не закрепился, значит, ничего не будет. А вот более сложный вопрос. Если маленькая вторая константа, К2, К2 стремится к нулю. К2, как вы помните, это отношение, это единица на давление насыщенного пара сорбируемого вещества. Если это значение очень большое, ПС я имею в виду, значит, компонент летучий плохо будет садиться на головы предыдущих зеленых шаров. И вот что будет, если К2 стремится к нулю? Абсолютно верно. Мы возвращаемся к уравнению Лингмюра. И если вы посмотрите эту простую алгебру, у вас так и получится. И это лишний раз нам напоминает, что это громоздкое уравнение БЭТ всего-навсего небольшое усложнение уравнения Лингмюра. На один шаг дальше. Предположили люди, что, значит, на первый монослой могут садиться слои вот этих зеленых молекул в любом количестве. Но с одной и той же константой. И последнее, давайте посмотрим на вот эту картинку. Это реальная изотермосорбция, которую выдает вот эта машина. Машина, ее называют машина БЭТ, которая, значит, снимает автоматические изотермы адсорбции. Значит, смотрите, что здесь есть. При очень маленьких давлениях область гены, мы говорили о ней, помните, это область, где адсорбция прямо пропорциональна давлению, да? Затем начинается область Лингмюра. Это как будто бы один монослой, но тут же на этот один монослой начинают садиться следующие. И вот большой кусок, который описывается уравнением БЭТ. И, наконец, последнее, вот там, где две кривые расходятся и резко идут вверх. Но эту область мы с вами не обсуждали, обычно это поры. Это уже не адсорбция на поверхности, а конденсация внутри пор, которые имеются в этом материале. Ну, а как происходит разбиение, ну, на отдельные области, это уже машина делает по определенному алгоритму, да? Вот это все нужно запомнить и более-менее представлять себе, когда вам придется работать с этими вещами. Напоминаю, все это делается ради того, чтобы определить поверхность, площадь поверхности вашего образца. Это даже не связано с адсорбцией. Здесь обычно адсорбируется азот, но, значит, вот эта адсорбция сама по себе не очень интересна, но можно определить параметр АМ, и он будет нужен для каких-то там, положим, каталитических соображений и так дальше. Хорошо, кончили с этим, и последний наш небольшой раздел термодинамический, термодинамика необратимых процессов. Это, в общем, новая для нас вещь, но хорошо, что она стоит в самом конце. Вот у нас будет такой краткий очерк, а заодно вспомним все то, что мы, собственно, какие фундаментальные, те фундаментальные результаты, которые мы получили в термодинамике. Ну вот первая картинка. Давайте вспомним. Это условия термодинамического равновесия, общие, которые мы получили. Вот у нас второй закон, он нам определил функцию состояния, которая называется энтропия, и главное, он разделил все процессы, которые могут происходить на свете, на равновесные и самопроизвольные. В самопроизвольном процессе у нас возникает сама собой энтропия. Это вот это вот второе слагаемое, она возникает, она обязательно больше нуля. В равновесном процессе это возникновение не происходит, и все изменение энтропии связано с теплотой, которая подается в систему или из системы забирается. Вот это основа всего рассуждения. И, собственно, то, что нарисовано на этой картинке, это как раз определение, само определение понятия равновесия, равновесия, вот связанное со вторым законом. Равновесие возникает в тот момент, когда перестает производиться энтропия в каком-то процессе. Вот красной линии здесь обозначен процесс, в котором все состояния находятся на поверхности равновесия. То есть все изменение энтропии здесь связано только с первым слагаемым. Второго слагаемого нет. Хорошо, и мы с вами развили несколько, несколько более внимательно посмотрели на понятие равновесия и поняли, что чаще всего мы сталкиваемся вот с таким вот случаем, когда это вполне устойчивое равновесие, оно соответствует минимуму так называемых характеристических функций. Хорошо, вот эти характеристические функции, мы их ввели сразу же после того, как определились со вторым законом, и у нас появились вот такие вот соотношения для внутренней энергии, для возможных изменений внутренней энергии. Ну и второе я запишу для другой характеристической функции, для энергии гипса. Вы помните, как мы все это делали. Вот, собственно, эти соотношения, они описывают равновесный процесс. То есть все состояния, которые соответствуют вот этому изменению, все точки, которые мы проходим, будут находиться на зеленой поверхности. Вот давайте, давайте ее еще раз в другом варианте увидим, да. Вот все точки находятся на зеленой поверхности. Но с другой стороны, мы помним, что можно чуть-чуть усложнить это выражение, да, и сюда написать еще, мы должны, в принципе, это сделать, сюда написать вот такую вот величину. Она и здесь у нас стоит, и вот здесь тоже у нас стоит. Для, значит, если мы ее добавляем, это не всегда можно сделать математически корректно, но, тем не менее, физически это вполне обоснованно. И что тогда получается? Значит, если мы берем внутреннюю энергию и закрепляем естественные переменные, С, В, И, Н, И, Т, то есть вот все это, все это становится равным нулю, то если процесс равновесный и нет вот этого дополнительного слагаемого, то у нас просто ноль, мы стоим в одной точке на зеленой поверхности, никуда сдвинуться не можем, да. С другой стороны, в этих условиях мы можем идти к состоянию равновесия, потому что если процесс еще все еще самопроизвольный, то у нас есть вот такое вот соотношение. Энтропия самопроизвольно растет, растет в самопроизвольном процессе. Внутренняя энергия в этих условиях будет впадать. И, соответственно, если мы то же самое сделаем с энергией гипса, то выражение получится при фиксированных параметрах, да, при естественных фиксированных параметрах у энергии гипса. Мы опять приравняем возможные изменения этой величины, минус Т на ДС и Т, опять будет обязательно отрицательное значение здесь, падение энергии гипса до тех пор, пока производство энтропии не прекратится, и мы не дойдем до этой зеленой поверхности, да. Значит, вот я бы еще что хотел сказать. Вот здесь я предусмотрительно никаких осей координат не поставил. Когда мы первый раз смотрели эту картинку якобы для однокомпонентной системы, то на первой лекции у нас здесь были координаты П, Т и В. и как будто это было пространство возможных состояний однокомпонентной системы, да. Но я хочу вам заметить сейчас, что на самом деле это пространство изобразить в трехмерной картинке достаточно сложно. Почему? Потому что, вот давайте смотреть на эту точку, звездочку, это неравновесное состояние. Какое наиболее вероятное... Ну, допустим, это однокомпонентная система, и количество моли здесь зафиксировано, не надо о нем думать. В чем может быть вот это возможное отклонение от равновесия? Наибольшая вероятность, конечно, ну давайте прикинем, как это может быть в нашей комнате, да. Комната, аудитория, заполненная газом. Вот что тут может быть прежде всего, какие мы возможны отклонения от равновесия? Ну, например, температура наверху, температура внизу, температура у окон, она будет разная. Наиболее вероятная вещь, да. Второе возможное отклонение по каким-то причинам давления или плотности вещества нашего воздуха будут не совсем одинаковыми, соответственно, внизу и наверху. И тогда вот мы не сможем изобразить эту точку в координатах, например, Т, П и В, потому что у нее не будет определенной температуры, не будет определенного давления, не будет определенного количества вещества, потому что просто по системе, в системе оно будет разное. Поэтому на этой картинке совершенно четко изображена зеленая поверхность, она математически правильная, да, а вот этих точек в неравновесии гораздо больше. И, собственно, Какие бывают неравновесные состояния, интересные для химика? Прежде всего, неоднородные по интенсивным переменным. У вас нет одной температуры в системе, у вас нет одного давления в системе и одинаковых значений химических потенциалов компонентов, да, и движение вот вдоль этих линий, оно прежде всего означает выравнивание, выравнивание интенсивных перемен. В чем состоит задача термодинамики необратимых процессов? Пока мы записали второй закон и поняли, что в любом самопроизвольном процессе происходит рост энтропии. Но нам нужны какие-то не бумажные, а реальные выражения для производства. Их надо связать с какими-то параметрами системы, измеримыми. Это первая задача, да. И вторая задача – это введение времени. Помните, когда мы с вами рассуждали, это было рассуждение из обычной равновесной термодинамики. Мы говорили, поскольку есть второй закон и должна энтропия производиться, если она производится, то продолжается неравновесный процесс, и он должен прекратиться в той точке, где прекратится производство. Отсюда все наши рассуждения о состоянии равновесия, фазового, химического, какого хотите. Но никогда мы не говорили о том, с какой скоростью будет все это происходить. Здесь люди попытаются ввести понятие времени. И сейчас мы посмотрим, как это делается. Я должен сразу сказать, что это будет краткий очерк. Наша задача – просто понять какие-то основные вещи, привыкнуть к новой терминологии, ну и как-то сориентироваться, понять, что мы можем получить в конце концов. Значит, первое наше новое понятие – это понятие о локальном равновесии. Все очень просто. Мы уже, собственно, подошли. Так, а где же оно? А его здесь и нет. Ну и хорошо, ничего страшного. Я это все на доске сейчас изображу. Значит, смотрите, вот у вас есть система. Пускай она у нас будет на доске. Мы только что сказали, наша проблема состоит в том, что температура, давление, химические потенциалы разные будут в разных частях системы. И вот постулат о локальном равновесии, он состоит в следующем. Вот мы разбиваем нашу систему на мелкие квадратики, мелкие части. Мы понимаем, что в каждой из этих частей у нас могут быть не одинаковые значения температуры, давления и химических потенциалов. Вот так как-то я нарисую. Но, тем не менее, возможно разбиение системы на такие небольшие части, в которых температура, давление и химические потенциалы все-таки будут одинаковые. То есть вот эта маленькая область, можно сказать, что в ней установилась термодинамическое равновесие. И для этой области можно записать все наши обычные уравнения. Внутри этой области энтропия уже не производится. Но в соседней области другая температура, другое давление, другие химпотенциалы, происходит обмен между этими частями. И в результате этого происходит производство энтропии. И, соответственно, нельзя назвать систему в целом равновесной. Хочется сказать, а разве может быть по-другому? Да, может. Строится и теория термодинамика необратимых процессов без понятия локального равновесия. То есть это быстрые процессы, в которых нельзя выделить области, где справедливы подобные выражения. То есть, в принципе, понятие температуры пропадает. Настолько она неоднородна по всей системе, что даже маленькие домены нельзя выделить и объявить равновесными. Но мы работаем в приближении наличия локального равновесия. Ну и вслед за этим начинаются уже конкретные действия. Мы поставили целью определить каким-то образом величину производства энтропии для всей системы. Существует понятие локального производства энтропии. То есть, производство энтропии в небольшой области системы. Но обычно так это можно себе представить. Значит, это как бы производная, маленькая, десытая, локальная, это производная по объему. Или, если объем, скажем, постоянен, то это просто надо разделить на объем. и переход от локального производства к интегральному производству, он, понятно, происходит с путем суммирования или взятия интеграла. Это на самом деле не такая простая процедура, вот этот переход. Чаще он делается отсюда суда. Мы определяем локальное, потом интегрированием получаем общее для всей системы. Вот эту часть мы с вами смотреть не будем, потому что в основном это математика. И мы так скромно ограничим себя выражениями для локального производства, предполагая, что, ну, если локальное известно, то уж интеграл каким-то образом возьмется. Хорошо, облегчили себе задачу, ну, а теперь давайте говорить о локальном производстве. Для нас, я имею в виду химиков, три важных процесса есть, необратимых, с которыми мы сталкиваемся. Это процесс выравнивания температуры, теплопроводности, да, это процесс выравнивания концентраций, это диффузия, ну, и, наконец, когда все уже выровнено, и температура, и давление, и химпотенциалы, остается последняя и самая важная для нас возможность, это химические реакции, да. Вот это третий процесс, и для всех трех, первого, второго и третьего, давайте посмотрим, как можно выразить производство энтропии. Есть общий подход в этом случае. Производство энтропии, есть произведение некоторого потока на некоторую силу для любого процесса. Вот у нас три процесса будет, диффузия, теплопроводность и, соответственно, химическая реакция, и мы попробуем сначала понять для всех трех случаев, что такое сила, что такое поток, да. Ну, сила, она у нас будет всегда связана с какими-то интенсивными переменными, то есть температурой, химическими потенциалами прежде всего. Ну, а поток, поток, помните, что такое поток в физике? Ну, поток воды, да, у вас течет вода, перпендикулярно направлению потока вы ставите площадку, и поток в физике это количество, допустим, воды в единицу времени через единицу этой площадки. То есть это должно быть ДН на ДС на ДТ. Вот это поток. И такого рода потоки у нас будут здесь получаться. Ну, теперь давайте смотреть конкретно, как это будет выглядеть для теплопроводности, химреакции и диффузии. Теплопроводность. Ну, эту картинку мы с вами смотрели, да. Локальный вариант. Вот мы находимся в системе, у которой постоянная внутренняя энергия и постоянный объем. это значит, что изменение энтропии может происходить только за счет того, ну и понятно, постоянно число молей. Это означает, что если меняется энтропия этого кубика, то только за счет производства. И действительно она будет меняться, потому что есть розовая часть и есть белая часть с разными температурами. и каждому понятно, и это действительно экспериментально так, тепло будет переноситься из розовой части в белую от большей температуры к меньшей. Следующее предположение, это предположение из гипотезы о локальном равновесии. Внутри розового квадрата и внутри белого квадрата установилось термодинамическое равновесие. Это означает, что изменение энтропии в этих частях может быть связано только с переносом тепла. Да? Поэтому возможно записать такую формулу для системы в целом. Вот это обычный прием мы несколько раз его использовали. Хитренький такой. Смотрите, в этой части равновесие, здесь равновесие, а в системе в целом нет. Мы считаем изменение энтропии в розовой части и в белой части по формулам равновесным, а энтропия якобы возникает в тот момент, когда тепло переносится из одной части в другую. Обычный прием. Ну, понятно, что температуры здесь разные, да? Всегда идет переход от Т1, это начальное состояние, в Т2, которое меньше, это конечное состояние, а количество теплоты, оно одинаковое, только знак разный. Отсюда ушло, туда пришло. И тогда мы все это расписываем. Давайте мы все это сделаем здесь. здесь, значит, ДС ИТ равняется, я начинаю с рамки, которая стоит у меня слева, значит, я выношу ДКу за скобку, в скобке у меня получается единица на Т2 на Т1, да? я привожу к общему знаменателю в скобке, у меня получается Т1, сейчас, одну секундочку, значит, у меня получается Т1 минус Т2 на Т1 на Т2, да? Я считаю, что Т1 и Т2, они близки друг к другу, и в знаменателе я могу поставить некоторую общую температуру Т2, ну и теперь правую и левую часть я продифференцирую по объему, по ДВ, а объем я разобью на две части, ну, этот объем, ну, условно, можно считать, что это объем розового куба, а можно считать, что это такой же кубик, у которого середина розового и середина белого находятся на противоположных гранях, это тоже самое, значит, у него ребро будет ДХ, а площадь поверхности вот этой вот, это ребро, да, это вот грань куба, вот это вот, да, на которую смотрит стрелка красная, значит, площадь этой поверхности это Сигма большое, и тогда у меня получается здесь ДХ на Сигму, да, и, соответственно, я Сигму веду сюда, ДХ я веду сюда, и мне нужно еще время, мне нужно все еще продифференцировать по времени, окончательно я получаю новая для нас величина, это скорость локального производства энтропии, это будет ДС и Т на ДВ на ДТ, так, что у меня получается здесь, здесь у меня получится ДК на площадь на ДТ, это тот самый поток, о котором мы говорили, да, через единицу площади в единицу времени, а здесь у меня что получится ДТ, Т1 минус Т2, внизу у меня получается ДХ на Т квадрат, вот математически все это грязненько здесь сделано, видите, тут ДТ, всякие значки разные, все бы это нужно было немножко повозиться математически, но вы меня простите и поймите, что в результате вот здесь вылезет производная ДТ по ДХ, да, здесь действительно получится поток, да, ну и поскольку производная в данном случае производная температуры по расстоянию это градиент, температуры, то действительно получится та формула, которая у нас изображена здесь, значит, вот это поток, градиент температуры, это производная ДТ по ДХ, причем обратите внимание, что вот этот вот вектор, он показывает направление, по которому движется тепло, а градиент, он направлен в противоположную сторону, он всегда от меньшей температуры к большей, но так у нас и получилось здесь, видите, здесь конечная температура первая в числителе, а вторая температура ее надо в числителе вычитать, так что формула правильная, и в результате вот это градиент температуры, а это поток тепла, вот мы выполнили свою задачу и увидели как можно разбить в данном случае производство энтропии на две части. Второй наш вариант это химическая реакция, и тоже у нас все уже заготовлено для того, чтобы получить нужное нам разбиение на два сомножителя. Смотрите, вот наверху у нас выражение для изменения энергии гипсосистемы в наших условиях, и оно связано вот по той формуле, которую мы выписали наверху с производством энтропии за счет химической реакции, да? А вот это выражение, которое мы всегда получаем, с вами несколько раз получали, из уравнений изотермохимической реакции. Здесь дельта G это энергия гипсохимической реакции в тот момент, когда реакция продолжает протекать. Таким образом, я переписываю то, что у нас там записано. Да, это равняется, соответственно, ДЖ системы при ТП Н деленное на Т так, со знаком минус и это в свою очередь равняется дельта G химической реакции делить на Т и умножить на так называемую химическую переменную координату реакции. Давайте мы вспомним, что это такое. Пусть у нас сегодня реакция будет самая простая изомеризация. Ну, предположительно, две молекулы идеального газа участвуют в этом. Тогда у нас вот это Декси это просто ДНБ увеличение числа молей Б или уменьшение числа молей А со знаком минус. Ну, так давайте мы и запишем. Сюда мы еще минус должны поставить. Конечно, минус дельта G T ну, положим на ДНБ. Ну, проверим, что все у нас получилось так, как нужно. Мы говорили, что реакция идет самопроизвольно. если в уравнении для изотермо-химической реакции вот это дельта G меньше нуля. Значит, если оно меньше, с учетом этого минуса у нас получается ДС и Т как всегда больше нуля. Так и должно быть. Энтропия производится за счет самопроизвольно текущей химической реакции. Ну, а теперь давайте построим выражение для скорости локального производства и поймем, что такое у нас сила и что такое у нас в данном случае поток. Итак, это будет ДС Т по ДТ по ДВ и давайте то же самое делать с самой правой частью. Дельта G на Т а все, что касается дифференцирования, мы свяжем с вторым сомножителем ДНБ ДВ на ДТ. Ну что, разумно объявить вот это силой, вот это сила, значит, энергии гипсохимической реакции, напоминаю, что Дельта G, вот это ДЖ в данном случае, это мю B минус мю А. И химические потенциалы продуктов и реагентов еще не сравнялись, реакция по-прежнему идет. Да? И это сила, если мы поделим на температуру, мы получим силу, которая гонит химическую реакцию. А теперь посмотрите на то, что у нас получилось на месте потока. Узнаете, что это такое? Абсолютно, абсолютно. Это скорость химической реакции. Она является в данном случае потоком. скорость. Причем сразу надо сказать, что это за скорость. Это то, что называется наблюдаемая скорость. Идет и прямая, и обратная реакция. И есть вот это самый, есть поток, это наблюдаемая скорость. И в данном случае прямая идет быстрее, чем обратная. и мы видим, как А превращается в В. Хорошо, мы тоже все поняли и получили это соотношение. Ну и последнее, что нам надо с вами как-то обсудить, это диффузию. Ну там совсем все просто, да? Вот это выражение, которое у нас есть, диффузия. Ну давайте считать, что в этом случае температура одинаковая по всей системе, но из розового квадрата, из розового куба вещество идет в белый куб, просто потому, что химический потенциал в розовом кубе, он выше ну какого-то вещества, у нас единственный какой-то компонент, я даже его никак не обозначил никакой цифрой, он один в системе. Вот его химический потенциал, верхний индекс единичка в розовом кубе, он больше, чем химический потенциал мюл с верхним индексом 2, и вещество должно бежать из розового в белый куб. Это некоторая комбинация, вот выражение с одной стороны похоже на теплопроводность, а с другой стороны на химическую реакцию, да, значит, как меняется энергия гипсосистемы. Значит, энергия гипсосистемы идет самопроизвольный процесс, поэтому можем записать вот такое выражение, да, а как меняется энергия гипсосистемы? У нас какая-то часть вещества переходит в состояние с химическим потенциалом 1, вот так запишем, а в начале она, ну да, все наоборот, конечно, она переходит в состояние с номером 2 и в состояние с номером 1, и, соответственно, вот это количество вещества перешедчиво. Отсюда можем определить сначала ДСИТ это будет мю 2 минус мю 1 со знаком минус поделить на температуру, вот это похоже на выражение, которое у нас было для химической реакции, а дальше идет ДН, и это похоже на то, что было в химреакции. Ну и теперь по объему, по, соответственно, по объему и по времени. И с объемом мы поступим ровно так же, как мы поступали в случае расчетов для теплопроводности. Мы разобьем на две части площадь и длина ребра. Длину ребра мы отправим вот сюда, а площадь вместе с временем отправим сюда и получим то, что нарисовано у нас на картинке. Поток вещества слева направо на этом месте стоял у нас поток тепла в случае теплопроводности, а здесь градиент химического потенциала, что это такое? Это производная дмю по dx. Она получится вот из этого знаменателя, когда мы сюда подставим dx и устремим х к нулю, вот это dx устремим к нулю, и соответственно эта разность у нас тоже будет стремиться к нулю, получится частная производная при t, p и n. Да? И заметьте, что здесь стоит минус, и именно исчезновение этого минуса позволит нам написать там градиент, потому что здесь у нас меньший химический потенциал, больший химический потенциал, а в градиенте должно быть наоборот, m1 минус m2 за счет этого минуса у нас получается вот такое вот соотношение для последнего сомножителя, да? Очень похоже на величину для соответственно теплопроводности. Что добились-то в результате? Ну, ввели понятие поток, ввели понятие сила термодинамическая, которая гонит неравновесный процесс. Все это получилось разумно. Мы так понимали, что теплопроводность идет благодаря разнице температур, диффузия идет благодаря разнице химических потенциалов, а химическую реакцию гонит отрицательное значение дельта-ж. Это мы понимали. Но, кроме того, у нас появилась возможность реального расчета вот этих самых ДС и Т. Потому что все величины, которые входят в наше соотношение, в принципе, измеримы. В принципе, измеримы. Но, особенно, это нам будет понятно, если мы посмотрим предыдущую картинку для химической реакции. это последующее. Вот. Смотрите, вот в правой части, да, в рамке самое правое выражение. Можем, в принципе, определять дельта-ж химической реакции на изотерме в какой-то момент и скорость тоже мерить можем. Это безусловно. Есть экспериментальные методы, и что-то у нас получается теперь для скорости производства энтропии можем каким-то образом за всем этим следить. Ну, и перед перерывом следующий шаг в этой науке. Вот люди говорят, связаны между собой потоки и силы. Ну, понятно, что для одного и того же процесса, да, значит, если у нас соответственно ДСИТ равняется произведению потока на силу, у них одинаковые нижние индексы, это означает, что они относятся к одному процессу, то вот эти И, это И, Ф, они связаны между собой линейно. вот таким вот образом, где Л феноменологический коэффициент. Вот с этого утверждения начинается линейная термодинамика необратимых процессов, но давайте о ней мы уже начнем говорить после перерыва. Откуда взялась эта мысль о том, что есть связь между силами потоками? И что такое эти самые большие л феноменологические коэффициенты? Ну, люди говорят приблизительно так. Ну, наверное, поток является какой-то функцией силы. Да? Ну, давайте разложим поток в ряд как он называется? Ряд Маклорна около состояния равновесия. Разложение там такое. Значение потока при нулевой силе. Потом идет производная первая потока по силе умноженное на df, где df это разница между разницей сил между нулевым значением и тем значением, при котором мы хотим получить поток. df это f минус ноль в нашем случае. Потому что мы около точки равновесия все это раскладываем. Дальше пошла вторая производная деленная на 2 фактериал и так дальше следующие производные. Я буду писать прямую производную, хотя может быть она и должна быть частной, мы что-то должны здесь оговорить, но нам этого достаточно. Дальше делаются какие понятные комментарии. Если у нас сила равна нулю, то в этом месте будет равен нулю и поток. Не будет разницы температур, не будет тепло перетекать откуда-то куда-то. дельта G химической реакции равно нулю, не будет скорости этой реакции, мы это знаем, да? Значит, эта штука равна нулю, ну и давайте считать, что вот эти тут еще конечно такая вещь должна быть, что вот эти df, а на самом деле f, они достаточно маленькие и можно в ряду ограничиться только первым влагаемым, да? И тогда у нас поток есть просто вот такая вот все-таки однообразно буду писать di по df на f. Вот вам и линейная зависимость, где производная и должна быть приравнена к феноменологическому коэффициенту. Ну, пожалуйста. Но немного стоит это рассуждение. Мало ли, что можно написать на бумаге. Поэтому люди на самом деле совершенно с другой стороны заходят, подходят к этой проблеме. Реально есть эмпирические соотношения физики, физической химии, которые действительно линейно или почти линейно как-то вот связывают поток и силу. Все основано на сравнении с экспериментом. Вот это важно понять. Ну, а это какое-то дополнительное рассуждение. Надо помнить о нем. И оно приводит нас приблизительно к такой картинке. Условно говоря, смотрите, вот у нас есть состояние равновесия, мы двумя путями движемся к нему, энтропия производится, и вот в какой-то небольшой области почти уже у состояния равновесия начинают выполняться линейные законы и соответственно потоки приводящие к производству энтропии линейно связаны с силами. Но еще раз говорю, надо искать реальные эмпирические законы, которые вот что-то в таком роде изображают. Три случая у нас, да? Первый теплопроводность. Мы получили выражение для потоков теплопроводности, давайте обозначим его вот такой вот буквой. Ну и существует действительно эмпирический закон, называется закон Фурье. Он связывает градиент температуры с потоком тепла, а коэффициент пропорциональности называется коэффициентом Фурье. Чисто эмпирический закон, и для многих веществ такие коэффициенты известны. Тогда что у нас получается? Смотрите, у нас было градиент температуры на Т-квадрат, это у нас была сила, значит, она должна связана быть с потоком через соответственный феноменологический коэффициент. сравните с тем, что у нас записано на доске, и получается связь LQ с экспериментальным коэффициентом Фурье. Альфа на Т-квадрат. Ну, понятная связь, можно считать, что она действительно существует. Я еще обращу ваше внимание вот на что, чтобы не путать вас. Значит, если градиент температуры, то выражение такое, а иногда здесь пишут знак минус, и тогда здесь будет ДТ по ДХ в плоском случае, когда у нас всего одна координата. Да, почему так это все происходит? Потому что производная, она указывает направление потока. Поток всегда идет от большей температуры к меньшей, а градиент всегда от меньшей к большей. Значит, если мы записываем так, то минус уничтожается и все. Чтобы вам не не пугаться, когда вы увидите запись с минусом, там должна стоять производная вместо градиента. Хорошо, значит, вот так все дело обстоит в случае теплопроводности. А теперь вот хитрый случай, очень важный для нас. химическая реакция. Значит, говорят, что скорость реакции связана с силой. А сила у нас была дельта g на t. И есть тут какой-то коэффициент химический. Это откуда взялось? Из какого эмпирического соотношения? Как это можно получить? Ну что, у нас для этого разговора все заготовлено уже. Мы знаем уравнение изотермо-химической реакции. тут у меня должно стоять q, да? Но я знаю, чему равно q для моей простейшей химической реакции, которую мы сегодня взялись обсуждать. По закону действия масс здесь под логарифмом должно стоять, ну, давайте считать pb на pa. Тут еще стоит pa0 на pb0, но они сократились, потому что и то, и другое равняется единице. Вот такое уравнение нам известно, и давайте с него начнем вывод нужного нам соотношения. Значит, делаем следующее. Мы знаем, что дельта g0t это минус rt логарифм константы равновесия плюс rt логарифм pb на pa. Хорошо. Теперь пора какое-то эмпирическое соотношение вводить, чтобы двигаться дальше. И наше эмпирическое соотношение это закон действия масс в кинетике. Вы его со школы помните, да? Скорость химической реакции прямой это константа скорости прямой реакции умножить на концентрацию. Да? В данном случае у нас концентрация a это прямая реакция. У нас есть скорость обратной реакции и есть эмпирическое соотношение вот такого вот вида, да? Поскольку это у нас газы, то концентрация соответственно равна по Менделееву клаперону k1 это будет p a на rt да? Там будет все учтется. И здесь соответственно будет k-1 на pb на rt и я это обозначу таким образом k1 со звездочкой на p a и k минус 1 со звездочкой на pb. Поскольку реакция идет при постоянной температуре, я могу считать, что rt константы и запихнуть их соответственно в k1 и в k-1. Если я так сделал, то смотрите, что у меня получится. Я вспоминаю тоже известное со школы соотношение имперический закон. Константа равновесия равняется отношению констант скоростей прямой и обратной реакции. Это следует из помните кинетического определения состояния равновесия скорость прямой равняется скорости обратной. Не буду сейчас на этом останавливаться, вы все, я думаю, более-менее это помните. И вот вооружившись этими соотношениями вот этим и вот этим давайте преобразуем эту строчку. Смотрите, что я делаю. Сначала я вместо константы равновесия подставляю отношения констант скоростей. убираю минус и меняю их местами. Тогда у меня получится РТ логарифм К1 К-1 со звездой на К1 со звездой. Это первое слагаемое, минуса уже нет. Дальше идет плюс РТ логарифм ПБ на ПА и это по-прежнему равняется дельта Ж химической реакции. Дельта Ж химической реакции. Ну, теперь объединяю логарифмы объединяю логарифмы и понятно, что у меня получится. У меня получится такое выражение логарифм скорости обратной реакции деленная на скорость прямой. И это равняется дельта Ж дельта Ж химической реакции деленная на РТ. Да? Теперь беру, потенциирую обе части, получаю Р минус 1 на Р1 равняется Е в степени дельта Ж на РТ. Дельта Ж на РТ. Без минуса, обратите внимание, показатель степени экспоненты, там минуса нет, хотя рука тянется его поставить, его там нет. Ну и теперь давайте посмотрим, а наблюдаемая скорость, мы уже сказали, вот та скорость, поток, которая стоит в уравнении для производства энтропии, это Р1 минус Р минус 1. И что это такое будет? Давайте смотреть, это будет Р1 минус Р1 на Е в степени дельта Ж на РТ. Правильно это я подставил? Теперь Р1 выношу за скобку. Р1 единица минус Е в степени дельта Ж на РТ. Вот это наша связь между скоростью химической реакции и дельта Ж на Т той силой, которая эту реакцию гонит с точки зрения термодинамики необратимых процессов. Забавное выражение, часто будем к нему возвращаться. Сначала давайте посмотрим, что по смыслу все правильно. Если дельта Ж меньше нуля, тогда показатель степени экспоненты отрицательный, экспонента меньше единицы, скобка больше единицы, и действительно скорость реакции положительная, то есть реакция идет туда, образуется B, как мы и записали. Если оно будет равно нулю, то это равновесие, скорость равна нулю, R1 равняется R-1, опять правильно, если эта штука будет больше нуля, то все плохо, это больше единицы, тогда у нас получается скобка меньше единицы, и суммарная реакция должна идти в обратную сторону, от продукта к реагенту. Ну, должна и должна, так и должно быть по соответствующему закону, да? давайте мы переключимся на нужную картинку, на нужную картинку, вот она, и увидим первое, первый вывод сделаем, а где наша линейность-то? Где наше линейное соотношение, где наша линейная термодинамика? У нас здесь сила стоит в показателе степени экспоненты, ну, никак не вырисовывается линейная зависимость, и это серьезное соображение, его всегда отмечают, вот в случае химической реакции, извините, неприменимы линейные законы, хотя выход из положения есть, давайте предположим, что энергия гипса маленькая, реально какая, ну, вот она должна быть где-то не больше двух с половиной килоджоулей на моль при температуре 300 градусов, тогда показатель степени маленький, экспоненту раскладываем в ряд, таким образом, Е дельта Ж на РТ, это равняется соответственно единице плюс дельта Ж на РТ, да, остальными слагаемыми пренебрегаем, единица в скобках сокращается, и мы получаем вот такое выражение, Р1 деленное на Р и дельта Ж на Т и со знаком минус, и со знаком минус. Вот это, если хотите, линейное соотношение между силой и потоком для химической реакции. Ну что отсюда, что мы видим? Во-первых, посмотрите на этот так называемый коэффициент феноменологический. Это никакая не константа, не близко даже. Тут вот эта вещь зависит сама от давления участников реакции, да, явно она непостоянна. Но тем не менее, вот это называется феноменологическим коэффициентом в случае химической реакции. Вот. Ну и важное соображение, много раз мы его будем с вами обсуждать, отсутствие линейности настоящей. Вот у теплопроводности есть закон Фуррия, а у химии только с большими-большими оговорками мы можем получить вот это вот выражение. В химии все хуже. Хорошо. Что еще мы знаем про линейные законы? Ну, например, для диффузии. Для диффузии, как вы думаете, какой эмпирический закон позволяет нам говорить о существовании линейной связи между потоком и силой? Какой там есть закон, который регулирует диффузию? Люди, ну, есть закон, называется закон Фика, да? Скорость диффузии это производная концентрации по расстоянию и коэффициент диффузии. Вот это поток поток диффузии получается, да? У нас с вами получилось, что силой в этом случае будет производная химического потенциала по х и деленная на единицу на Т. Вот нам надо каким-то образом связать экспериментально известный коэффициент диффузии с феноменологическим коэффициентом для этого процесса из термодинамики необратимых процессов. Да, если здесь, то у нас должна быть такой же должен быть минус и здесь. Но есть у вас какие-то соображения, что-то вам подсказывает, как нам перепрыгнуть от химического потенциала к концентрациям. Что-то приходит в голову? Ну, понятно, что они будут говорить, они это люди, выводящие это уравнение, что химический потенциал вот этого диффундирующего компонента можно представить скорее всего вот в таком вот виде. Помните? Он в маленькой концентрации в системе, это растворенное вещество диффундирует по растворителю и химический потенциал, его можно записать, как этого требует закон Генри, да, заменить активность на х. Ну, тогда действительно, когда мы возьмем производную, то уже будет легче, дмю по dx, дмю по dx при постоянной температуре это уже будет производная, соответственно, rt d логарифм x по d, d логарифм x по dx, да, ну и отсюда и отсюда каким-то образом тут разный х, давайте я напишу это большое под логарифмом мольная доля, а дифференцируем по расстоянию, но вот эта вот производная, она каким-то образом должна превратиться вот в эту производную, да, не будем мы это делать, и я хочу вам сделать сделать такое замечание, вы, наверное, уже почувствовали, вот эти вот переходы от эмпирических уравнений к уравнениям термодинамики необратимых процессов, они требуют много мелкой математики, вот какие-то приближеницы такие надо делать, что-то упрощать, ну, позвольте я скажу, грязновато это делается, грязновато, для того, чтобы это сделать строго, нужно много времени и большие усилия, и все равно всех подводных камней нам не обойти, но тем не менее и в этом случае вы можете получить связь между вот этим вводимым в термодинамике необратимых процессов феноменологическим коэффициентом и экспериментально определяемым коэффициентом диффузии, и вы убедитесь, что если вот это еще как-то можно считать константой, хотя он много от чего зависит, то вот тут будут большие трудности. Нужно будет сильно себя убеждать, чтобы считать, что это вот в каком-то смысле коэффициент, на самом деле это, конечно, функция от многих переменных. Хорошо, тем не менее, мы построили построили линейную термодинамику и сказали, что потоки пропорциональны силам. Ну и что тогда будет для скорости производства энтропии? Мы говорили, что она такой вид имеет для какого-то процесса, если работает линейный закон, то мы должны записать L1 F1 в квадрате. Это я вместо потока подставил линейное выражение для этой самой штуки. Хорошо, это понятно. Но теперь еще вот какая история. Новое соображение, нельзя было его заранее предвидеть, но тем не менее это так. Пусть у нас в системе действуют две силы. Ну, например, идет диффузия за счет разницы химических потенциалов или по-простому разницы концентрации в разных частях системы и идет теплоперенос, теплопроводность реализуется за счет того, что есть разница температур между какими-то двумя точками одновременно и то и другое. Мы должны записать поток диффузии. Он равен вот я так запишу специально F диффузии. L1 L1 это феноменологический коэффициент связанный с диффузией. Сейчас поймете, почему я цифру поставил. Тут у меня поток тепла связан с силой, вызывающей теплопроводность. Так я ее обозначу. Оказывается, что вот в таких системах возможно возникновение перекрестных потоков. Перекрестных потоков. То есть возникает дополнительный поток диффузии, перенос вещества за счет разницы температур. Называется термодиффузия или эффект диффроа. Я здесь должен написать L1 2, а это L1 1 и это F Q. Вот этот второй поток диффузии, он вызван силой, которая определяет теплопроводность, то есть разницей температур. И соответственно здесь тоже возникает перекрестный поток и он связан с разницей химических потенциалов, то есть вот этой диффузионной силой. Это интересный новый эффект, который наблюдается экспериментально. И вот что устанавливает термодинамика необратимых процессов. Первое. Соотношение ансагера. Человек по фамилии Онсагер. По-английски он пишется через Z, а по-русски либо ансагер, либо онсагер. Вот. Скоро с ним познакомимся. Что же сказал этот человек с трудной фамилией? Он утверждает, что выполняется всегда такое соотношение. Считайте, что это постулат, основанный на экспериментальных данных. Ну, человек некоторые соображения из квантовой механики здесь использовал, но на самом деле это все-таки постулат. Соотношение ансагера. Феноменологические коэффициенты для перекрестных процессов равны соотношению ансагера. И второе соотношение, тоже очень важное и понятное, так называемый закон Кюри. Вот смотрите, диффузия и теплоперенос, теплопроводность. В этом случае возникают перекрестные потоки. Эффект дифроа, эффект саре. А химическая реакция? Верите, что химическая реакция ускорится из-за того, что в системе есть градиент температуры между различными частями? Слыхали про такое? Я не слыхал. Нет, не бывает такого. А почему? А здесь, почему здесь можно, а там нельзя? Вот об этом говорит закон Кюри. вот эти перекрестные потоки возникают только в том случае, когда силы имеют одинаковую векторную размерность. Одинаковую векторную размерность. Страшное слово, но понимается она очень легко. Значит, это сила, это разница температур, на самом деле градиент, это вектор, правда? вектор. Здесь разница химических потенциалов, градиент химического потенциала опять вектор. Он имеет четкое направление, если это градиент, то от меньшего значения химического потенциала к большему. Хорошо. А вот что является силой в химической реакции? Мы выяснили, это дельта G деленное на T. Скажите, а это что? у него есть какое-нибудь пространственное направление? Да нет, конечно, это скаляр. Это скаляр, он не связан ни с каким направлением. Это просто разница химических потенциалов, продуктов и реагентов у нас в числителе стоит. И поэтому в силу закона Кюри не возникает дополнительных вот этих перекрестных потоков для химической реакции. И единственный вариант, который мы должны с вами смотреть, это вот этот, когда у нас дружит диффузия и дружит с теплопереносом, с теплопроводностью. Кстати, а какие-нибудь другие линейные законы приходят вам в голову из физики один закон школьный совершенно я бы сказал Ома. Вот это да. Значит, смотрите, кто там поток? Это ток, поток электричества, чему он равен? Он равен соответственно силе, а сила это градиент потенциала, то, что мы называли у в школе, а этот самый феноменологический коэффициент там очень четкий. Это сопротивление. То есть вот и равняется у на р, если так это написать правильно, дельта у на р, конечно, да, вот это хороший пример линейного закона. И это тоже явно вектор, и можно его как-то соединить с этими вещами, во всяком случае, это не единственный пример, который есть в природе. Но мы дальше обсуждать это не будем, это я просто вам напомню, что такое существует. Хорошо, вот мы с вами все это поняли. Ну и сделаем еще один шаг, поскольку представляется такая возможность. А давайте в этом случае запишем выражение для скорости производства энтропии. Значит, смотрите, что у нас получится. L1,1 F диффузии в квадрате, это я уже записал произведение потока на силу, плюс 2L1,2 F Q F диффузии. Это я что сделал? это я сложил вот это и вот это и использовал закон Анзагера, соотношение Анзагера, я использовал вот это вот равенство фенологических коэффициентов, отсюда вылезла двойка, да, я вот это вот это все использую, да, вот это вот соотношение, и затем в заключении у меня еще будет соответственно L2,2 простите, буквка-то должна быть здесь вот такая, да, вот теперь все правильно на F Q в квадрате, вот это билинейная форма в этом случае получается, которая, правая часть, она дает нам выражение для скорости производства энтропии, и вот с этой формой связана известная теорема Пригожина, человек рассуждал, я думаю, приблизительно таким образом, вот у нас идет неравновесный процесс, производится энтропия, заканчивается процесс в тот момент, когда прекращается производство, и при этом соответственно энтропия если у нас постоянно внутренняя энергия объем и число молей, энтропия застигает максимума. А вот давайте посмотрим на стационарное состояние. Это очень характерная вещь для необратимых процессов. Что такое стационарное состояние, и чем оно отличается от равновесия. В равновесии все интенсивные параметры постоянные, во времени не меняются. И если сегодняшний наш разговор тоже вспомнить, понятно, что никаких сил, никаких потоков в состоянии равновесия не будет. Все химические реакции пришли к равновесию, все температуры выровнялись, диффузия прекратилась, все химические потенциалы тоже выровнялись. В стационарном состоянии у вас тоже все не зависит от времени. Но потоки сохранились и силы тоже действуют. Почему так происходит? Ну, такие условия. Кто-то мешает системе продвинуться к равновесию. И вот она застряла в стационарном состоянии, по-прежнему есть в нашем случае есть градиент температуры, есть градиент химического потенциала. Какие-нибудь особенности накладываются на эту величину в стационарном состоянии? Пригожин утверждает да. В этом случае будет наблюдаться минимальное возможное производство энтропии. Ну, понятно, в равновесии вообще его не будет, а в стационарном состоянии все-таки будет, но минимальное. разумно, на словах разумно. Ну, а доказывается эта простая теорема очень легко. Значит, давайте считать, что F1 в данном случае, ну, пускай это у нас будет FQ, она постоянно не может выровняться окончательно температура, и за счет этого мы к равновесию продвинуться не можем. А F2 в данном случае это F-диффузии. Вот его мы можем менять свободно. Система сама выберет какие-то величины для градиента химического потенциала, для градиента концентрации, когда установится стационарное состояние. Давайте посмотрим, что при этом будет с скоростью производства энтропии. Конечно, человек смотрит, я буду писать два вместо диффузии, но так мне просто будет проще. А, нет, в конце концов, ничего не проще, три буквы написать тоже можно успеть. Вот я смотрю, что будет с этой производной. Минимальная она должна быть, величина скорости производства, то есть эта штука должна обратиться в ноль. Давайте посмотрим, что означает этот ноль. Дифференцируем. У нас получается соответственно 2 L 1 1 F диффузии. Это я продифференцировал первое слагаемое. Потом у меня получилось соответственно плюс 2 L 1 2 2 L 1 2 вот здесь FQ FQ а последнего слагаемого у меня просто не осталось. Последнего слагаемого у меня просто не осталось, потому что соответственно FQ у меня константа. Да? Хорошо. Вот что будет, если эта штука станет равной нулю? Давайте посмотрим. Двойки сократились и у нас получилось следующее выражение. Вот это F диффузии, которая устанавливается само по себе, оно будет равно минус L 1 2 FQ деленное на L 1 1. Давайте посмотрим на первое выражение. На первое выражение. Если у нас будет выполняться вот такое соотношение, понятно, что поток диффузии суммарный станет равным нулю. Подставьте вот это в верхнее соотношение. Да? За счет вот этого минуса у нас поток диффузии станет нулевым. Давайте посмотрим, как это выглядит реально. Простая система. Простая система, и мы видим, что говорим, договариваемся, что разница температур, она у нас фиксирована. Это константа, это сила, которая вызывает теплопроводность. А вот разница химических потенциалов, это сила, которую система сама может подстраивать под стационарное состояние. Как она будет меняться в этом случае и к какому значению мы придем в стационаре? Оказывается, мы добьемся того, что поток диффузии, нормальный поток, вызванный разницей концентрации, будет компенсироваться потоком термодиффузии. Вот в чем идея человека. И вот это состояние приведет к минимальному возможному производству энтропии в стационаре. Впечатляет вас такой вывод? Ну, вот какой есть, такой и есть. Если вы верите, что любое стационарное состояние, оно характеризуется отсутствием вот этого потока, а в эксперименте, конечно, получится так, то это автоматически означает, что стационарное состояние соответствует минимуму скорости производства энтропии. Это теорема о минимуме производства, доказанная вот с учетом всех-всех-всех тех соображений, которые мы сегодня с вами обсудили. Тут и соотношение Ансагера, без него никуда не денешься здесь, здесь и соотношение Тюри, и само предположение о том, что любой поток линейно зависит от силы. Если вы это принимаете, то тогда теорема Пригожина у вас работает. Ну и в конце вот эти люди. Тот, кто слева, это Онсагер, Онзагер, на самом деле главное, может быть, он сделал в этой науке первый нобелевский лауреат по термодинамике необратимых процессов. А это второй нобелевский лауреат, автор теоремы Илья Романович Пригожин, заслуженный профессор Московского университета, между прочим. Пока был жив, приезжал неоднократно, читал лекции. Он родился в Москве, но в 17-м году совсем маленьким, двухлетним, его родители увезли в Швейцарию, и вся его дальнейшая жизнь прошла там. Собственно говоря, вот и все, что мы должны знать о термодинамике необратимых процессов. Напомню еще раз, локальное равновесие раз, представление о силах и потоках это два, линейная зависимость потоков от сил это три, соотношение Ансагера четыре, теоремя Кюри пять, и минимум производства энтропии, теорема Пригожина. Вот все, что входит в наши билеты, приблизительно в том объеме, не приблизительно, а точно в том объеме, в котором это было сегодня. Все, спасибо, увидимся во вторник. ПОДПИШИСМЕНТОМ ПОДПИШИСМЕНТОМ ПОДПИШИСМЕНТОМ